Если у вас с собой есть Библии, то откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 8 главу. Римлянам, 8. Сегодня мы поговорим об обновлении своего духа, своего разума. Я хочу в некоторых вещах разобраться поподробнее. Римлянам, глава 8. Начнем с 5 и 6 стиха. Римлянам, 8, стих 5 и 6. Прочитаем 5 и 6 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. Римлянам, 8, 5. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизни мир. Неспасенному миру мы говорим, тебе необходимо родиться свыше. Но тому, кто уже родился свыше, мы говорим, обнови свой разум. Понимаете, самое важное, что должен делать христианин, это обновлять свой разум. И это не разовое мероприятие. Это процесс длиною в жизнь. Если христианин хочет видеть прогресс и успех в жизни, то обновление разума жизненно необходимо. Если вы не хотите обновлять свой разум Божьим Словом, значит, вы решили остаться таким же, как вы есть сегодня на всю свою жизнь. Ничего не изменится, пока вы не обновите свой разум Божьим Словом. В пятом стихе сказано «живущие по плоти». В данном случае плоть — это образ мышления, настроенный против Бога. Все, что противоречит Божьему Слову, является плотью. Все, что не согласуется с Божьим Словом, есть плоть. Плоть — это образ мышления. Плоть — это склад ума. В Библии говорится, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». А живущие по духу — дух — это тоже образ мышления. Дух — это образ мышления, согласующийся с Божьим Словом. Плоть — она не согласуется со Словом, а дух согласуется. Это образ мышления. Это склад ума, согласующийся с Божьим Словом. Живущий по духу помышляет о духовном. По сути, здесь говорится о том, что если вы действуете по плоти, то это потому, что вы мыслите по плоти. А если вы ходите в духе, то потому что у вас духовный образ мышления. А затем в 6 стихе апостол Павел говорит, «Помышления плотские — суть смерть». Плотские или душевные помышления — это плотской склад ума. Плотские помышления противоречат Божьему Слову. Однако можно быть возрожденным христианином и при этом оставаться плотским или душевным. Есть плотские христиане. Плотской христианин родился свыше, но не обновил свой разум, поэтому все еще мыслит по-мирски. Он по-прежнему придерживается мыслей, противоречащих Божьему Слову. Итак, можно быть христианином и при этом оставаться плотским. Обратите внимание на слово «смерть». Бог говорит, «Помышления плотские — суть смерть». Я вам обещаю, что если вы не измените своего мышления, если ваше мышление не будет соответствовать Божьему Слову, если ваше мышление не будет согласовано со Словом, если вы не читаете Слово, если вы не меняете свои мысли и представления на Божьи мысли и представления, значит, вы избрали плоть. А если вы делаете выбор быть плотским в своем образе мышления, то вы выбираете смерть. Я говорю не об остановке дыхания. Я говорю об отделении от Отца. Отделении от благословения Отца. Это как раз ситуация блудного сына, описанная в Луки 15 главе. Он сказал, «Мой сын был мертв». Что вы имеете в виду? Он был мертв из-за своих неправильных мыслей. Откроем Луки 15.11. Луки 15.11. Это очень важный момент в жизни христиан. Если вы не решитесь обновить свой разум, то хождение в церкви – это потеря времени. Если вы не измените образ мышления, то останетесь таким же, как сейчас на всю жизнь. Итак, каким бы вы сегодня ни были, если вы не измените свой образ мышления, то останетесь таким же. Итак, откроем Луки 15.11. Давайте еще раз проанализируем. Еще сказал, стих 11, «У одного человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне, 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 дай мне». Мы очень похожи на этого парня. Мы смотрим на наши взаимоотношения с Богом исключительно как «дай, дай, дай». Мы приходим к Богу, и в основном мы говорим Ему, «Дай мне, дай мне мир, дай мне денег, пошли мне спасение, дай мне выход, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне». Но вы знаете о том, что ваши взаимоотношения с отцом должны быть гораздо глубже, чем просто «дай мне». А теперь посмотрите, что здесь говорится. И сказал младший из них, младший сын отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. «Неудивительно, что все то, что дает нам Бог, мы несем прямо в мир». Да. Вы не понимаете, о чем я говорю. Бог дал некоторым из нас хороший голос, а вы отдаете его больше в мир, чем в царство. Он дал вам талант, чтобы вы служили ему, а вы все равно не отдаете его Богу. Что еще Бог дал нам? Что мы отдаем миру? И мир получает больше из того, что дал нам Бог, чем сам Бог получает из того, что Он дал нам. Итак, в стихе 17 написано, что «Сын пошел в мир, придя же в себя, Ему в голову пришла мысль». Это не было великим чудом, особым помазанием, сошедшим с небес. Ему пришла в голову мысль. Ему пришла мысль. Он изменил свое мнение. Он пришел в себя. К нему вернулась ясность мыслей. А придя в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Когда нечего есть, приходят свежие мысли, не так ли? Стих 18. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, встанем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв». Он не имел в виду, что у сына остановилось дыхание. Он сказал, «Мой сын был мертв, потому что был отделен от отца и от отцовского обеспечения». Неправильное мышление отделило его от отца. Правильное мышление привело его в присутствие отца. Вот в чем все дело, дамы и господа. Это не какая-то потрясающая духовная история, какие мы иногда слышим. Неправильное мышление отделило сына от отца, и поэтому он был мертв. Правильное мышление привело его снова к отцу и к благословениям отца. Он сказал, «Этот сын мой был мертв, этот сын был отделен от моего благословения». Правильные мысли, правильное рассуждение привело его снова к благословениям отца. Может ли быть так, что множество спасенных христиан, приходящих в церковь, мертвы? Что люди, приходящие по воскресеньям, подобны зомби, потому что они рождены свыше, но все еще отделены от отца из-за неправильного мышления. И если вы не будете обновлять свой разум, то неправильное мышление будет продолжать удерживать вас от отца и его благословений. То есть вы молитесь, а на ваши молитвы не приходит ответа, и все идет как-то не так. Вы думали получить повышение по службе, но не получили. Да что же это такое? Неправильное мышление отделяет вас от отца. Да, вы можете быть христианином, и при этом мертвым, или отделенным от отца. Какая досада быть христианином и не иметь связи со своим отцом? Итак, что-то должно измениться в вашем мышлении. Измените это. Чтобы восстановить взаимоотношения с отцом и быть живым, вместо того, чтобы быть мертвым и отделенным от отца. Что отделяет нас от отца? Из-за чего мы мертвы? Из-за неправильного мышления. Из-за мышления, не согласующегося с Божьим Словом. Нам нужно это исправить. Помышления плотские суть что? Смерть. Неправильное мышление, как у блудного сына. Оно отделило его от отца и его благословений. Все трудности связаны с нашим разумом, а это подразумевает наш образ мышления. Откройте Римлянам 12 главу. Римлянам 12. Да-да, пришло время бомбардировать ваш разум. Пора стать духовными интеллектуалами. Пора погрузиться в Слово и понять, как оно действует. И понять, что делать, когда приходят проблемы. Римлянам 12.2 Прочитаем вместе второй стих. Готовы? Читаем. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, апостол Павел говорит, преобразуйтесь. Что это значит? Изменяйтесь. Слово «преобразуйтесь» означает изменения. Кто из вас знает области жизни, которые нуждаются в изменении? Хорошо, поймите, пожалуйста, вам недостаточно знать сферы, в которых требуются изменения. Чтобы эти сферы изменились, необходимо обновить свой разум. Необходимо обновлять свой разум Божьим Словом. А как мне обновлять свой разум? Я меняю свои мысли и представления на мысли и представления Бога. Если вы не будете обновлять свой разум в той сфере, где, как вы говорите, нужны изменения, то вы не изменитесь. Вы не изменитесь, если не измените образ мышления. Что удерживает вас от совершенной Божьей воли? Смотрите, Библия говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Почему мы боимся 40, 50 или 70 лет, ища Божью волю на нашу жизнь? Вы не узнаете совершенную Божью волю, пока не обновите свой разум, что удерживает нас от Божьей совершенной воли для нашей жизни, для нашего брака, что удерживает нас от Божьей совершенной воли для наших финансов. Так это обновление разума. Есть много людей, которые молятся так. Господь, действуй, пожалуйста, в моей жизни. Зачем просить Бога, чтобы Он действовал? Он уже это сделал. Нам нужно сдвинуть свой разум, обновив его, чтобы принять то, что Бог уже сделал. Нам нужно действовать, а не Богу. Так что для вас неправильно будет молиться этой молитвой. Бог, действуй. Потому что Бог уже все сделал. А если вы подумаете, ничего страшного. Если я продолжу так молиться, Бог, действуй. Действуй в моей жизни. Он уже все сделал. Если вы будете продолжать молиться этой молитвой, и не обновлять свой разум, и не изменять свой образ мышления, то вы будете молиться, и через 20 лет обнаружите, что вы никуда не сдвинулись. Мне известны церкви, которые постятся и молятся так. Бог, действуй. Бог, действуй. Эта церковь останется такой же через 20 лет, потому что неправильное мышление заставляет их неправильно молиться. Богу не нужно действовать. Светит солнце, и при этом небольшая облачность. А вы стоите перед облаком и говорите, «Мне нужно солнце, чтобы солнце светило на меня». Нет, это вам нужно действовать. Вам нужно отойти и встать между облаками, там, где свет. Аминь. Это вам нужно действовать. Просить Бога сделать то, что Он уже сделал, называется неверием. Это просто религиозное мышление. Неправильное мышление о том, что нужно сделать, чтобы Бог начал действовать, не позволит вам сдвинуться с места до конца жизни. Я хочу, чтобы сегодня это начало звучать в вашем сердце. Я не хочу оставаться на одном и том же месте до конца жизни. Я скажу вам, если вы не обновите свой разум Божьим словом, то вы останетесь на том же месте до конца жизни. Если не верите мне, то продолжайте жить, как живете. Поговорим через 20 лет. Скажите мне сегодня, я не буду обновлять свой разум. Я готов поспорить с вами на что угодно, что через 20 лет вы будете точно таким же, какой вы сегодня. Если откажетесь обновлять свой разум, ваша проблема — это неправильное мышление, это вопрос образа мыслей. Люди хотят измениться прямо сейчас. Но изменение — это процесс. Изменение — это процесс, который должен стать образом жизни. И если изменение — это процесс, то обновление разума — это тоже процесс, потому что без обновления разума измениться невозможно, и обновление разума должно продолжаться всю жизнь. Поэтому для того, чтобы вам обновлять свой разум в сфере... Ну, например, вы говорите, у меня проблема с курением. И затем вы решаете, я буду обновлять свой разум словом. Я начинаю читать Писание, где говорится о том, что мое тело — это храм Святого Духа. И это вы делаете три недели. А затем прекращаете и возвращаетесь к прежнему образу мыслей. И угадайте, что будет дальше. Если вы перестанете обновлять свой разум, чтобы измениться, вы возвращаетесь к прежнему образу жизни. Другими словами, вы вернетесь к тем же самым действиям. Именно так и происходит в нашей жизни. Если вы хотите изменить свою жизнь, вам необходимо изменить свое мышление. Поэтому обновите свой разум, а потом вернитесь к прежнему образу мышления. И он повлечет за собой прежний образ жизни. Изменение — это процесс, а не единовременное действие. Это должно быть ежедневным действием, которое включает в себя обновление разума. Нам всегда нужно обновлять разум. В моей жизни, и в жизни моей жены, всегда есть какая-то сфера, в которой мы обновляем свой разум. Почему? Потому что нам необходимо постоянно улучшать свою жизнь перед Богом. Вы никогда не должны действовать тем, чего уже достигли. Вы должны всегда стремиться к большему. А теперь я хочу предложить вам несколько практических шагов для того, чтобы измениться. Это процесс изменения. Мы должны меняться. А иначе мы останемся такими, как сейчас. Не нужно ждать 80 лет, чтобы потом увидеть. Надо же, а он был прав. Нужно было менять образ мышления. Другие люди уже допускали эту ошибку. Вам не нужно ее повторять. Частью любой проблемы или сложности в вашей жизни является ваше мышление. И если вы не согласуете свое мышление со словом, то останетесь таким же на всю жизнь. А вот процесс изменения. Первое. Вы должны принять решение, что будете изменяться. Решение — это открытая дверь в реальность. Как я уже говорил, Мария и Марфа оказались в одной и той же ситуации, но Мария избрала благую часть. Вы должны сделать выбор. Вы должны принять решение измениться. Если вы не примете этого решения, вы не изменитесь. Второе. Желание. Приняв решение измениться, вы должны иметь желание измениться. Что я имею в виду? Вы должны этого хотеть. Понимаете, вы должны хотеть измениться. Недостаточно, что другие хотят, чтобы вы изменились. Недостаточно того, что вы понимаете, что вам нужно меняться. Знаете, в Библии написано, «Бог исполнит желание сердца твоего». Поэтому молитесь Богу. Просите Бога дать вам желание там, где у вас нет желания. По крайней мере, будьте честны с собой. Есть многое, что вам нужно сделать, чего вы не хотите делать. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец, дай мне желание там, где у меня нет желания. Понимаете, у вас должно быть желание измениться. Недостаточно понимания, что вам нужно меняться. Вы должны этого хотеть. Третье. Углубляйте. Углубляйте свои знания. Углубляйте свое осознание. Углубляйте свое понимание. Тут вам нужно постараться стать духовным интеллектуалом, согласно Слову Божьему, а не согласно этому миру. Одно дело достигать определенного уровня образования в мире. Но помните, пожалуйста, что мирское образование направлено на то, чтобы сделать вас успешным в системе этого мира. Не забывайте учиться Слову. Не забывайте обучаться Слову Божьему. Потому что когда мирское знание окажется недостаточным, а это обязательно произойдет, вы должны быть готовы действовать согласно Божьему знанию, которое больше и выше мирского знания. Но мы превознесли мирское знание выше познания Бога. Мир очень постарался, чтобы Библия выглядела незначительной, несовершенной и просто неактуальной для настоящего времени. Я говорю вам, что это из-за того, что дьявол знает, сколько в нем силы. Как христиане, мы не можем жить, игнорируя Божье Слово. Мы должны быть обучены Божьему Слову. Мы должны быть обучены Слову. Должны знать, как применять Слово в жизненных ситуациях. Итак, нам нужно углублять наши знания, повышать осведомленность и углублять наше понимание Божьего Слова. Четвертое. Усердие. Усердие. Это не так, что один день обновляешь разум, а потом 20 дней ничего не делаешь. Необходимо постоянство. Нужно заниматься этим снова, снова и снова. Давайте я так скажу. Не посеешь, не пожнешь. Если лениться в обновлении ума, то пожнешь нужду. Номер пять. Защищать. Защищать свой ум от старых мыслей и старых путей. Нужно вернуться к правильному мышлению, а затем в процессе изменения разума нужно защищать его от старого образа мышления. Старое всегда будет напоминать о себе и пытаться войти. Вам нужно построить защиту против старого образа мышления. Если этого не сделать, то вы позволите старому мышлению вернуться, а с возвращением старого образа мышления вернется и прежний образ жизни. Шестое. Не общаться. Разорвать связи с некоторыми людьми или обстоятельствами. Будет сложно обновить разум, если общаться с людьми, которые не пытаются изменить свое мышление. Всякий раз, когда вы принимаете решение изменить свой образ мыслей, вы сталкиваетесь с людьми, которые не готовы меняться. И не пытаются обновить ум. Ничего плохого в своем образе мышления они не видят. Эти люди будут тащить вас вниз, пока не поймете, что нужно прекратить общение и разорвать отношения с ними. Эти отношения не приносят плода. Мне от них нет пользы. А вы хотите сохранить плохие отношения, потому что не хотите остаться в одиночестве. Купите себе собаку. Будет лучше, если у вас будет собака, которая не умеет говорить, чем общаться с некоторыми друзьями, которые наполняют ваше мышление плохим. Перестаньте общаться с людьми, отношения с которыми не приносят плода. Или измените некоторые обстоятельства. Бывают обстоятельства, от которых нужно просто оградить себя. Седьмое. Полагаться. Полагаться на Бога и Божье Слово в получении помощи. Полагайтесь на Его присутствие. Это значит, что нужно прийти к тому, чтобы сказать, «Отец, я полагаюсь на тебя. Я нуждаюсь в тебе. Я не могу сделать этого сам. Я так поглощен этим старым образом мышления, что мне нужна твоя помощь в том, чтобы остановить меня, когда я пытаюсь следовать не по твоей воле. Помоги мне, Боже». И Бог говорит, «Я слышу тебя и помогу тебе». Запомните эти семь пунктов. Поглубже изучите эти понятия. А сейчас я хочу вам кое-что рассказать. Второе Коринфянам, 10 глава. Люди, вы должны изменить свое мышление. Не будет ни прогресса, ни успеха, и тем более долгосрочного успеха, если вы не обновите ум Божьим Словом. Долгое время я думал, что как христианину, «Все, что мне нужно сделать, это родиться свыше, и все будет в порядке». Смотрел на свои руки, руки выглядели новыми. Смотрел на свои ноги, они тоже выглядели новыми. Часто мы молимся за людей, за их разные нужды, а на самом деле нужно молиться за обновление их ума. Невозможно перечислить всех людей, за которых мы молились, а они обращались с теми же проблемами. Вы приходите в церковь. Я проповедую вам. Вам от этого хорошо. Но вы останетесь прежним, если не будете обновлять свой разум. Вы не возьмете на себя ответственность за чтение Библии, за размышления над словом, прослушивание кассет, изменение образа мышления. Нужно совершать свое спасение. Проповедник и церковь могут помочь только в определенной степени. Нужно обновить разум. Вы там, где вы есть, благодаря своему образу мышления. Каковы мысли в душе его? Что говорит Библия? Таков и он. Умоляю вас, братья и сестры, милостью Божью, обновитесь умом. Если вы не обновите свой ум, то не сможете продвинуться дальше. Вы застряли. Вы сели на мель. Пока вы не начнете думать по-другому, вы не сдвинетесь. Нужно думать по-другому, иначе вам придется испытать безумную жизнь. Нужно достать Библию. Нужно читать Библию, чтобы она износилась от использования. Нужно приходить в церковь и слушать, и быть готовым услышать что-то, чему-то научиться, а не просто приходить и отключать мозг, просто в ожидании чего-то эмоционального. Эмоциональные моменты не помогут вам, когда придут проблемы. Уж лучше вам узнать, что нужно делать, когда появляются проблемы. Вам придется изменить свое мышление, придется изменить свой разум, а иначе вы застрянете. Если вам нравится называться христианином, но не видеть никаких результатов и никакого прогресса, то единственное, что нужно делать для поддержания такого состояния, это не обновлять свой разум. Вы должны обновлять свой разум. Знаете, я думал, что достаточно об этом говорил. Видимо, нет. Теперь посмотрим второе Коринфинам, десятую главу, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение, твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое мышление в послушании Христу». Твердыни построены из мыслей. Твердыни существуют в разуме. По большей части, если вы слышали слово «твердыни», то слышали его в негативном смысле. И по сути, все, что я слышал о твердынях, было негативным. Речь шла о привычках, которые приобретали люди. Речь шла о поведении, в котором обнаруживались навязчивые наклонности. Я понял и осознал, что не все твердыни отрицательные. Не все твердыни плохие. Подумайте, что они из себя представляют. Твердыня — это когда крепко держишься за знания, за знания в своем разуме и образе мышления. В большинстве случаев твердыни, с которыми нам приходится бороться, это твердыни пристрастий и пагубных привычек, которые исходят из плохого знания, из-за которые наш разум крепко держится. И когда мы пытаемся внедрить учение слова, то твердыни противостоят Божьему слову, потому что цепляются за негативное и плохое знание. Теперь я хочу показать это с другой стороны. Откройте книгу Псалмов. Псалом 1. То, что хотел Бог, написано в 1-м Псалме. Стих 1 и 2. Вы знаете, чтобы быть благословенным, надо быть сильным и иметь успех. Вот о чем мы говорим. Псалом 1.1. Блажен муж или человек, который получил благословение или силу на преуспевание. Обратите внимание, какой это человек. Это человек, который не ходит на совет нечестивых. Это человек, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Вот такой человек благословен. Он не ходит на совет нечестивых. Он не следует их совету, не исполняет их планы и не преследует их целей. Он находится в подчинении Божьим и не стоит на путях, где ходят грешники. Он не сидит, не расслабляется с развратителями и насмешниками не собирается. Но сказано, что в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Итак, здесь говорится, что Божий план для вас в том, чтобы размышлять над Словом Божьим день и ночь и не сидеть в совете нечестивых. Почему? Потому что ваш разум будет крепко держаться за любое знание, которым вы его питаете. Если питать свой разум в совете нечестивых, то он будет крепко держаться за это. Теперь посмотрим 2 Коринфянам, 10 главу. Стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение, твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое мышление в послушании Христу». Твердыни построены из мыслей. Твердыни существуют в разуме. По большей части, если вы слышали слово «твердыни», то слышали его в негативном смысле. И по сути, все, что я слышал о твердынях, было негативным. Речь шла о привычках, которые приобретали люди. речь шла о поведении, в котором обнаруживались навязчивые наклонности. Я понял и осознал, что не все твердыни отрицательные. Не все твердыни плохие. Подумайте, что они из себя представляют. «Твердыня» — это когда крепко держишься за знания, за знания в своем разуме и образе мышления. В большинстве случаев твердыни, с которыми нам приходится бороться, это твердыни пристрастий и пагубных привычек, которые исходят из плохого знания, из-за которой наш разум крепко держится. И когда мы пытаемся внедрить учение Слова, то твердыни противостоят Божьему Слову, потому что цепляется за негативное и плохое знание. Теперь я хочу показать это с другой стороны. Откройте книгу псалмов. Псалом 1. Псалом 1. То, что хотел Бог, написано в 1-м псалме. Стих 1 и 2. Вы знаете, чтобы быть благословенным, надо быть сильным и иметь успех. Вот о чем мы говорим. Псалом 1.1. Блажен муж, или человек, который получил благословение, или силу на преуспевание. Обратите внимание, какой это человек. Это человек, который не ходит на совет нечестивых. Это человек, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Вот такой человек благословен. Он не ходит на совет нечестивых. Он не следует их совету, не исполняет их планы и не преследует их целей. Он находится в подчинении Божьим и не стоит на путях, где ходят грешники. Он не сидит, не расслабляется с развратителями и насмешниками не собирается. Но сказано, что в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Итак, здесь говорится, что Божий план для вас в том, чтобы размышлять над Словом Божьим день и ночь. И не сидеть в Совете Нечестивых. Почему? Потому что ваш разум будет крепко держаться за любое знание, которым вы его питаете. Если питать свой разум в Совете Нечестивых, то он будет крепко держаться за это. И вот что происходит. Вы идете на Совет к Нечестивым, и ваш разум создает твердыню из того знания, что вы получили от Нечестивых. И когда мы пытаемся дать вам слово, то эта твердыня, которая возникла от Совета Нечестивых, начинает противостоять тому знанию, что мы даем вам из Слова Божьего. Следите внимательно. Мы должны взять Божье знание и удержать его. Его знание должно стать нашей твердыней. Слава Богу! Божье Слово должно быть нашей твердыней. Божье Слово должно быть главным в нашем разуме. Люди могут собирать и удерживать то знание, которое приходит к ним. Разум рассчитан на то, чтобы создавать твердыни, основываясь на знаниях. Но мы должны убедиться в том, что знания правильные. Твердыни, основанные на знании в одной сфере, будут бороться со знанием и с другой сферой. Поэтому если у вас есть твердыни, основанные на Нечестивом знании, то она будет противостоять знанию из Слова Божьего. Но этот принцип действует и в обратном направлении. Если у вас есть твердыня, основанная на Слове Божьем, то она будет противостоять тому знанию, что идет от мира. И сегодня я хочу спросить вас, за какое знание вы держитесь? Негативное знание создает твердыню, которая становится вредной привычкой. Это все зависимости и привычки в нашей жизни. Негативное знание, которое становится твердыней, это все негативные привычки в нашей жизни. Они приходят, потому что мы не распознаем, когда получаем это знание. И мы так долго играли в церковь, что уже не видим ее в качестве места, куда приходят и учатся. Мы видим церковь как место, куда мы можем прийти покричать, выразить свои эмоции, и проповедник будет выступать как в цирке, чтобы в итоге все были счастливы и ничему не научены. Мы ничему не научились. Я знаю, потому что я бывал в подобных местах. Я знаю, потому что ходил в такие церкви. Как я могу проводить всю жизнь в церкви и ничего не знать? Библию нужно учить так же, как вы учили историю в школе, так же, как вы учили любой другой предмет в институте. Вы должны изучать Библию. И если вы приходите сюда и сидите, не проявляя никаких усилий со своей стороны, чтобы приобрести знания, то вы и останетесь таким, как есть до конца жизни. Потому что твердыни, которые вы получили раньше, будут противостоять тому знанию, что я пытаюсь вам дать. Сидите в церкви и переписывайтесь с кем-то. Почему? Вы не хотите учиться чему-то. Твердыня в вашем разуме говорит, что вам это не нужно. Мы почему-то убеждены, что нам это не нужно. Это не актуально. Это не то, что нам нужно. Ой, ну мне нужно сдать экзамены, чтобы закончить год, и перейти в следующий класс, а потом сдать выпускные экзамены, чтобы попасть в университет. Но когда вы получаете свой университетский диплом, то дьявол садится вам на шею и начинает бить по голове. И какими умными вы будете себя считать? Знаете ли вы, как изгнать дьявола из дома? Скажите мне, знаете ли вы, как платить по счетам? Знаете ли вы, как получить исцеление от рака? Скажите, знаете ли вы, как жить в браке и не разводиться? Вы не знаете, потому что просто не хотели слушать учения. Вы хотели слушать Асидрахи, Мисахи и Авденаго. Но вы не поняли, как они вырвались из-за рва со львами. Все потому, что вы сами сидите во рву со львами и не знаете того, что знали они. Мы с Таффи призваны присматривать за вашими душами. Это значит, что однажды мы дадим отчет о том, как использовали это время. Однажды нам придется дать отчет. Стояли ли мы здесь каждое воскресенье, стараясь направить вас в нужную сторону, или мы смотрели на вас с лицемерием? Говорили ли мы, что сейчас время для движения Божьего? О, Господи! Ведь если вы попросите Божьего движения в свою жизнь, то Бог начнет двигаться, как это было в моей жизни. Он двигается везде. Он двигается влево и вправо. Двигался, 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 двигался! Этого недостаточно, чтобы одержать победу над дьяволом, который пытается погубить вас. Вам придется открыть Библию и стараться представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно проповедующим Слово Истины. Или же вы останетесь таким, как есть до конца жизни? Твердыни. Негативные твердыни становятся привычками и зависимостями, которые в итоге начинают сдерживать вас. И если вы не принимали Божьи знания, то они будут ограждать вас от Него. Они будут удерживать вас от Божьей воли. Да, дьявол не хочет, чтобы вы знали волю Божью на свою жизнь, потому что она сделает вас сильным. В вас есть то, что может превозмочь ад. И поэтому дьявол постоянно приходит к вам и старается помешать вам. Он не хочет, чтобы вы знали определенные вещи, потому что если вы узнаете их, то они могут открыть вам волю Божью. А когда вы узнаете волю Божью на вашу жизнь, то вы станете бессмертными. Нет ничего, что может остановить человека, когда он узнает волю Божью на свою жизнь, которая начинается с обновления ума Словом. Я никогда бы не узнал волю Божью на свою жизнь, если бы не изучал Слово. Бытие, 2 глава. Покажу вам еще раз. О Боже, смилуйся над нами, чтобы мы перестали выбирать воскресенье, когда приходить в церковь, но чтобы мы бежали в церковь, потому что там выдается еда. Знаете, если бы мы бесплатно выдавали жареные ребрышки, оплачивали бы небольшие счета и давали деньги, чтобы другие платили за аренду. Знаете, никто не понимает, что все это уже есть, и оно даром. Это не стоит вам ничего. Бытие, 2, 16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, то что? Смертью умрешь». Бог не говорил о том, что мы перестанем дышать. Он говорил о разделении. Посмотрите, что Он сказал в 17-м стихе. «От древа познания не ешьте от древа познания добра и зла». «От древа познания не древа демонов, не древа аморального поведения, но древа познания». «И вот что вышло». Он сказал, что в тот день, когда вы выберете источником своих мыслей что-то другое, вы отделитесь от Отца. Бог дал Адаму и Еве знания. Бог дал им знания. Но они решили пойти к древу. Они решили выбрать другой источник знаний. И то же самое мы видим и сегодня. Мы пытаемся получить знания от других источников, а не от Бога и Его Слова. И Господь говорит, «Если мы будем продолжать идти к другим источникам, то будем отделены от Него. Путь назад. В Эдемский сад, дамы и господа, лежит через обновление разума. Возьмите знания от Бога, а не от другого источника. Получайте знания от Бога, а не от других источников». Я не хотел затрагивать это, но уже затронул. Что-то не так, если вы являетесь членом церкви, но не растете в любви, в воспитании характера и слове. Я не говорю о том, чтобы вы запоминали места Писания наизусть. Я говорю о том, чтобы в вас что-то изменилось. Если вы в слове, то оно изменит вас. Оно приведет вас к переменам. Вам просто придется поменяться. Слово станет причиной перемен. Оно обличит вас, спровоцирует вас. Слово приведет к тому, что вы будете чувствовать себя некомфортно. Когда вы слышите проповедь, после которой идете к машине, едите домой и постоянно думаете, «Ух ты, я не знал об этом!» Или «Боже, это же обо мне!» И это слово тревожит вас. И когда вы приезжаете домой, то начинаете молиться об этом и исследовать этот вопрос. Мне нравится, когда я сижу на собрании, и Божий человек проповедует, а я понимаю, что это относится ко мне. Это же я! Мне нужно измениться. И я говорю себе, что больше не хочу чувствовать себя так. Он говорит обо мне. Я тот, который больше не молится. Почему, когда я говорю, что буду молиться пять дней, то молюсь лишь пять дней, не больше? Во мне есть то, что старается предотвратить перемены во мне. Что это? Мы играем в церковь, словно это какой-то клуб. Хотя на кону ваша жизнь. Вы никогда не вырастите. Вы не будете ходить в любви. Будете в непрощении. Будете никем. Будете злиться на кого-то и испытывать трудности. Или вы хотите мне сказать, что ни одна из проповедей не задела вас? Вы по-прежнему прелюбодействуете. Занимаетесь извращениями, гомосексуализмом, потому что вы принимаете информацию из мира. И он говорит, что это нормально. Слово называет это бунтом. И Библия говорит, что бунтари будут жить в сухой земле. Когда вы бунтуете против законов Божьих, вы подводите себя под проклятие. Помните Валаама и Валака. Валаам был пророком. И царь просил его наслать проклятие на израильский народ, потому что его пророчества были верны. И вот они поднялись на возвышенность. И Валаам уже был готов проклясть Израиль, но из его уст вышли слова благословения. Знаете, он сказал, «Возможно, мы слишком низко. Давайте поднимемся выше». И они поднялись выше. И пророк готовился проклясть их, но снова благословил. И в третий раз Валаам сказал, что они не слишком высоко поднялись. И они поднялись еще выше. Пророк трижды благословил их. Царь собирался сделать Валаама богатым и дать звание. Царь сказал, «Ты не сделал того, что обещал сделать. Все отменяется. Валаам понял, что он не может проклясть то, что Бог благословил. И ясно, что когда вы становитесь христианином, то вы не можете быть прокляты. Поэтому, если кто-то пугает вас вуду или каким-то колдовством, говорит, что проклинает вас, то вы можете рассмеяться и напомнить им, что вы принадлежите Богу. Никто не может проклясть то, что принадлежит Богу. Но пророк мог потерять свою награду. Поскольку Валаам не мог проклясть Израиля, он придумал, как подвести их под проклятие. Пошлите женщин в лагерь, чтобы они совратили мужчин. Валаам привел их к блуду, который подвел их под проклятие. Они взбунтовали против Бога, и это привело к проклятию. И все, что нужно было Израилю, чтобы избавиться от проклятия, это начать повиноваться Богу. И сын Елизара взял копье и убил мужчину и женщину, Моавитянку. Чтобы встань и восстановился страх Господень, и чтобы благословения вернулись. Если дьявол не может проклясть вас, христианина, то он постарается привести вас в бунт. Он постарается сделать все, чтобы вы бунтовали против Бога. И если вы бунтуете против Бога, то вы автоматически попадаете под проклятие. Именно это дьявол и пытается сделать сейчас. Он пытается привести вас в бунт против дел Божьих. Почему? Потому что когда вы бунтуете, вы попадаете под проклятие. А когда вы под проклятием, то не получаете того, что ожидали. Ничего не срабатывает, ничего не выходит и не получается. Почему? Потому что вы продолжаете бунтовать против Бога. И когда вы бунтуете против власти Божьей, вы под проклятием. Поэтому, если вы пытаетесь разобраться, почему ничего не выходит, то знайте, что дело в том, что вы бунтуете против Бога. Получайте знания от Бога, а не из других источников. Откройте четвертую главу послания к Ефесянам, и оно взбодрит вас. Итак, слушайте внимательно. Все, о чем мы говорили на протяжении девяти недель, сводится к этому месту Писания. Знаете, мы с Тафи свободны, и мы просто исполняем Божью волю. Мы исполняем Божью волю, и не стыдимся того, что мы под благословением. Ефесянам 4 глава с 22 стиха. Давайте прочитаем слух. Готовы? Читаем. Ефесянам 4 глава с 22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Отложите ветхого человека, старый менталитет, и облечитесь в нового человека, в Божий менталитет. Обратите внимание на эту фразу. Духом ума вашего. Подчеркните, 23 стих. Обновиться духом ума вашего. Есть разница между духом ума и умом. Обновление ума — это одно. А обновлением духа ума вашего — это более глубокий процесс. Дух ума вашего — это более глубокий уровень мышления, уровень подсознания. Подсознание — это когда вы действуете, не осознавая, что делаете. Это как умываться по утрам. Вы думаете об этом? То есть вы сознательно думаете об этом? Вы делаете это автоматически. Или как я, например, еду домой. Иногда я даже не осознаю те мелочи, которые делаю во время вождения. Что происходит? Этим управляет мое подсознание. Я много раз делал так, что возникала привычка, которая повлияла на мое подсознание. И теперь мое подсознание, или дух моего ума, начинает брать управление надо мной, когда сознание не задействовано. Мы делаем это не сознательно, а на подсознательном уровне. На уровне духа ума. Дух ума контролирует больше, чем мы думаем. Дух ума, или привычка, приходит в активность, даже когда мы не осознаем этого. Вы развиваете свои привычки. И в итоге за дело берется дух ума. Например, вы говорите, «Я не буду делать этого». А потом делаете, «Что-то тут не так. Есть что-то на подсознательном уровне, что останавливает вас. Я не буду больше курить». Но вы снова курите. Что-то не так? Есть что-то в духе ума, что вы должны обновить. Помните, я использовал пример с автоматом постоянной скорости? Скажем, вы выставили его на 55. Если вы едете под гору, то он сам добавляет газу, чтобы держать скорость на 55 уровне. Если вы едете с горы, то он сам сбавляет скорость и держит ее на 55 уровне. Если вы нажмете на газ, то машина поедет быстрее 55. Но если вы отпустите педаль, то скорость снова станет 55. Единственный способ сбросить его, это нажать на тормоз. И то же самое относится и к нашим жизням. Наше подсознание, дух нашего ума, это все равно, что круиз-контроль. Как только вы устанавливаете подсознание на основе того, чему были научены, то оно включается как круиз-контроль. И если вы не нажмете на тормоз, то все и дальше будете двигаться в том же направлении. Вы будете повторять то же самое снова и снова, пока не поставите новое значение. Три дня вы говорите, «Я буду молиться». И вот вы молитесь три дня, а потом перестаете это делать. Почему? Потому что вы не изменили дух вашего ума. Один день вы не курите, а потом снова курите. Почему? Потому что в вашем духе ума есть твердыня. Если вы не будете обновлять свой разум снова и снова на уровне привычек, то вы не будете обновлять дух своего разума. Дух вашего ума, который берет контроль над вашими несознательными поступками, программируется через привычки. А это значит, что дух вашего ума может взять контроль, когда вы даже не подозреваете об этом. Он может действовать из-за ваших привычек. Что случилось бы, если бы мы обновляли наш разум в любви, пока у нас не выработалась бы привычка любить, и мы любили бы людей на подсознательном уровне, даже тогда, когда они травмируют нас? Нам было бы не больно, потому что мы обновили свой разум на уровне привычек, которые влияют на дух нашего разума. Библия говорит нам обновиться духом ума нашего. Вы не можете сделать этого, пока у вас не появится привычка. Дух ума не обновляется, если вы не обновляете разум и не вырабатываете привычку. Вы не сможете углубиться, если не будете вырабатывать привычку. И поэтому в сознательном уме вы должны решить, я буду делать все правильно. Но если в духе ума вы не правы, то вы можете определенное время поделать что-то сознательно, но дух ума вашего возьмет вверх и все равно будет вести вас в своем направлении, потому что он остался прежним. Вот почему вы не можете обновить свой ум за один день. Вот почему вы не можете сделать этого за неделю. Вам нужно делать это, пока это не войдет в привычку. Мне не нравится, когда я приезжаю куда-то и не помню, что делал по дороге. Я думаю иногда, я не поворачивал перед другой машиной, не переехал на красный свет, держал скорость, ехал, и при этом думал совершенно о другом. И когда ты приезжаешь на место, ты думаешь, ух ты! Или когда вы только сели за руль, и у вас была машина с механической коробкой, то вы постоянно думали о том, какую передачу включить, да? Но когда вы поездили, это вошло в привычку. И на подсознательном уровне, на уровне духа ума, вы исполняли все переключения. Вы ели гамбургер и переключали передачи. Вы делали много чего, при этом переключая передачи. И вы делали это, потому что у вас выработалась привычка. Вы повлияли на дух ума, который теперь контролирует вашу жизнь. Психологи пытаются разобраться во всем этом, но оно уже есть в Библии. Чтобы обновить дух вашего ума, вам нужно обновить слово. И слово должно войти в привычку. Вам нужно создать привычку. Вот и все. Вы делаете это до того, пока все не начинает идти автоматически. Вы автоматически любите, автоматически прощаете, автоматически говорите нет, когда кто-то пытается затянуть вас в постель. Потому что так долго размышляли над тем, что тело является храмом Святого Духа. Я буду прославлять Бога в теле. Буду прославлять Его в теле. И вы так привыкли прославлять Бога в теле, что у вас даже не возникает искушений, потому что дух вашего ума обновлен. Знаете, что противостоит этому? Религия. Религия говорит, что все это не нужно. Религия говорит, что достаточно одного раза в неделю. Религия не хочет, чтобы вы по-настоящему жили этим. Вы что, серьезно? Религия не хочет, чтобы вы жили этим. Пойдите в ближайший клуб и спросите, кто здесь христианин? И поверьте, многие скажут, мы все здесь христиане. Если вы не измените свое мышление, если оно так и будет идти в разрез со Словом Божьим, и если вы не будете читать Слово, если не будете менять свои мысли и идеи на Божьи мысли и идеи, то вы изберете плотское мышление, которое приведет к смерти. И я не говорю о том, что вы перестанете дышать. Я говорю об отделении от отца. Отделении от обеспечения отца. Это подобно тому, что произошло в Луке 15 главе с блудным сыном. Он сказал, мой сын был мертв. Что это значит? Он был мертв из-за своего неправильного мышления. Откройте Луки 15 главу и посмотрите еще раз.